Фанатики гнили. Гниющий труп и трупоед. В замедлении прыжок в яд. Так, здесь у нас больше всего на яд идёт. Так, захват. И таки дальнего боя этого существа притягивают к нему противников. Нам это не подходит. Наклина теперь прыжок отбрасывания бессмертия. Шпион гнили. Вместо того, чтобы умереть, существо впадает в оцепенение и пробуждает через 30 секунд или по завершению боя. Чем чаще существо цепенеет, тем ниже его шанса выжить в следующий раз. Аберет тоже яд есть. Так, змей-призрак. Бесплотность-заклинатель. Первый удар. Мираж. Цепная молния. Элементаль B. Элементаль воздуха. Вряд ли что-то здесь получится с этими. Так, ну. Вот этих нанесем. Притягивает к себе не очень хочется кого-то из этих. Крупешников. Так, лучше, наверное. 84, 88. 3 плюс. 3 плюс. 1, 2, 9. Снизу, наверное. Если не получится, то надо ее, наверное, брать тоже. Да, у нас не получилось. Тоже, может быть, надо брать каких-нибудь труп поедов. Все банально, по ним я-то не должен проходить. Понижите. И он гнили. Попробуем? Вряд ли. Ничего не вряд ли. Так, это у нас ближники. Похоже, тоже печально. Совсем печально. Так, хорошо. Через этих попробовать. И притягивать это плохо. Эти медленные у нас банальные пауки сжирают. И отпрыжок-замедление. Не хватает. Так, ладно, посмотрим, кто у нас есть. Белый йети. Спорство отбрасывания прыжок. Мудрец. Заклинатель. Так, хаос. Трансформация. Эволюция. А вот эволюция есть. Дальний бой. Так, попробуем этим. Эволюция, может быть, будет хорошо. Так, от защиты, естественно. Так, что эволюция, то мы становимся сильнее и какими-то вообще мощными, по идее. Здесь что-то у нас не получилось мощным истать. Ну, наверное, так же сейчас попробуем, только мы от атаки пойдем. Сверху. Здесь, так скажем, повезет, не повезет, смотря в кого мы трансформируемся. Сейчас улыбнем больше на нашей стороне. Победа, да, за нами. Так, приграничный союз. Гарпия, следопыт, снайпер, алмавик. Дальний бой, дальний бой. Водальник в полет отбрасывания. Так, хорошо, 7000 у нас есть. Так, вот этого, наверное, возьмем. Ящера. Ящера с ядами. Ну, или такое себе, конечно, пока непонятно. Походу, нет, все уже понятно. Так, хорошо, так не получилось. Негодятся они. Значит, берем ближников. Получается, если здесь много дальников, вблизи они будут... Урон у них будет порезан. Надо каутывать сыровком, наверное. Вот эти Василийские, может. Прогни, попавшие благодаря этого счета, могут на несколько секунд таком менять, потеряв способность двигаться или откалывать. Так, мне, конечно, маловато. Попробуем. Так, надо копнуть отсюда. Так, очень маловато. Не справлюсь с Настшалом с этим, с Гарпимом. Она справится. Так, кто у нас еще есть? Огний ящер, яд огонь. Архижрец, целитель, дальний бой. Так, за бой целится юнг, основное им здоровье в объеме, удовольствие, на силу собственной атаки. Так, попробуем. Слишком мало их. Так, и, наверное, от защиты будем играть. Не, столпой просто берут. Так, хорошо. Тоже не прокатил. пиявка явка вряд ли что-то сделает ящеров-стрелков больше было шансов ящер-мак прыжок соответственно 346 вообще ничего не сделать так хорошо посмотрим по одному так возьму что-то у нас получится танчить и за сзади стрелять посмотрим всех вперед все так же печально так же печально так хорошо это нам это обратили заранее немного парочку таким взять и да так где нам нападение идти нежелательно станем куда-нибудь сюда наоборот в стампе ровно в карте не прилетят 10 скорость нам гарпи не убить тяжко тяжко то еще можно сделать это не справляется гейте урона так дождь и стрел лиц по полю полет как-то надо гарпий убить василиск мы уже пробовали не очень так здесь у нас рывок вырывается в битву на себя урон всем врагам здесь у нас прыжок даже он может перепрыгать через стены или с одного корабля на другой так здесь хорошо что яд и огонь урон 26 мало но и стоит дорого так принесение урона может пиявками все таки просто забить их количеством взять попробуем так нужно на ул ну и в нападении естественно так по-моему есть возможность только единственное не отсюда нападать что вытекнули то есть причина дальних убить так если мы возьмем допустим этих это мало что не даст если кто-нибудь напрыгнуть на себя садьбу, все равно плохо да, все плохо да, попробуем так же, но от защиты сыграть эти подлетят теперь можно нападать опять же на стера стрелять, это плохо явки не справляются так хорошо, но они хотя бы более-менее держат строй так попробуем Мерсибиск может так попробовать дальний бой это уж все плохо так хорошо, хорошо возможно все-таки от этих брать это слишком у нас мало что мы здесь не сделаем конечно уезжают хорошо, но сейчас просто разнесут дальники подходят и все, это хана так, ладно, будем думать так попробуем, наверное, сделать как у них возьмем дальников возьмем ближников 15 так остальные дальники пускай будут в принципе эти хорошо, надо защитить у них в принципе холм, холмовик 50, здоровье и 7 урона на 67 и 8 урона 9 урона удальников здесь у нас урона но эти получишь конечно дождь и стрелы, критический удар ведь это самое опасное так, гарпии в общем эти будут сдерживать и явки наши а эти расстреливать 20 на 34 может быть что-то получится так, на основном нападении еще хочется идти сверху не получится так, ну пока от защиты нападение так, вот, пока что очень обнадеживающе но видимо, что в защите не надо было играть либо-либо так, ну так уже шанс какой-то есть так, наверное, мы поменяем чуть-чуть больше возьмем дальников так, попробуем на атаку пройти что у нас получится если разница так, у гарпии все свои влияют хорошо прям, мгновенно так, все, прошли отлично отлично то есть слабые даже хорошо нам помогли фаталисты большая гидра степняк дальний бой, дальний бой дождь и стрел яд, вихрь неуязвимость то я замечу урон от всех атаку дальнего боя так, значит, ближникам надо так, есть не дух так, призывает духа попробуем прям по максимуму я думаю пусть там линии стрелы есть могут, конечно, всех побить я думаю, выживут а те сзади находятся какой-то скорость сколько? 24 так сделать так смысл в этом немного гидромощные наверное, получилось так хорошо, если мы делаем то же самое только так так нападем против гидро надо какую-то дальнюю здесь поставить еще одна кто-то справляется да а потом она не справляется с гидрой гидра очень мощная хорошо понятно так немножко убираем там эти здальников возьмем у нас тут есть лучники это только лучник призыватель дух приходит по призыву этого существа чтобы некоторое время сражаться за вас так ну одного и не одного наверное маловато урон 20 на 16 плюс так попробуем так не важно чтобы он потом подошел этих мы убьем а чтобы издалека бил гидру к сожалению пока гидра не бьется плохо у меня на гидру у меня вот сейчас сагрился он уже поздновато там уже ничего не сделается и лучники еще у них остались много в принципе так же надо только так можно поменьше взять немножко бы странно они играют так одиционно что это за огромная жизнь дармидаса рывок могут погибнуть превратившись в золото так может на ось так пойти вдруг получится его в золото превратить пробуем такую тактику просто с ним справиться просто с ним справиться правда с этим оно все должно справиться все отлично недооценил я оленяшек так племена астория садники прилива аквепарь видопыт золотой олень фехтовальщик так что у нас тут есть краборак низкая скорость так полу средняя неуязвимость один стрелок искусительница так искусительница попробуем получится зачаровать себе всех так было бы хорошо но по-моему это не очень эффективно так показалось что это не очень эффективно так ладно кто у нас еще есть культист Харон кстати вот эти были хороши призывает по скелетам за каждого пораженного противника наверное вот этим мы сможем пройти какая-то что-то пират вообще матрос единое отступление ну ладно пускай будут так надежда на скелетиков все равно эти будут отвлекаться на скелетов эти Хароны эти Хароны эти Хароны будут побеждать да все хорошо дальше маги послушники уволен морит боевой маг горгулья обмен это существо может уклоняться с атак в ближнем бою смещаясь на пустую клетку либо наяясь местами соединенным бойцом ближнего боя заклинатель смертельная волна спиная молния призыв червей кольцо холода удар молния разрыв так благое знамение воздушный щит так хорошо в основном магия в основном есть кинзащита от магии подрывник так нет таких есть рывок яд вряд ли поможет цикл он полет выбрасан не из плотности попробуем но вряд ли сомнения можно еще такие взять двух огней упорят огонь взрыв погибает она взрывается на все уроны врагам поблизости эдра своих союзников так можно таких заига даже 20 на 20 в принципе по урону они одинаковые а очень хп больше ну и здесь у нас бесплодность этих мы первых пускаем эти взять будет бить как-то так наверное на этих сначала на победу в целом должны справиться такая армия небольшая что-то как-то нет эти у нас отлетают туда-сюда мариды так 1 на 2 поражение так мы практически победили я думаю от этих надо убрать все таки они хоть и помощнее но от них толку меньше чем от этих эти бестелесные не могут спокойно какие-то какой-то урон пропускать мимо себя хотя показывает практика не совсем это так да да хорошо попробуем по-другому 10 ну 5 пускай первые эти будут попробуем эти урон больше пригодится здесь да да огневник это больше доминирует над ситуацией это поджиг намного лучше полет огонь взрыв так ладно дальше искаженные сквернительные лолитон таранту логнили зомби до этого много всего поберег яд дик ликарь замедление критический удар так хорошо у нас что здесь тысяч лучник просто берем лучников лучники и яд защиты много-много-много лучников так и наверное их можно даже от атаки пойти с этим не справляемся он сейчас издалека эти у нас лужи а ну все отлично все слишком просто оказалось маги воздуха граммир с ужас морская угроза серафим так ну то опять же банально попробуем через лучников их количество слишком маленькое тп тоже у этого нет я думаю 700 хп серафим руку возьмите так ладно попробуем так но защита от атаке все таки действовать начинает зажимать так попробуем так же нам от атаки тут не у у до до Там мы, кстати, раскинулись в разные стороны, там они не особо справляются. Больше заставляет проблем морская угроза. Полет рывок отбрасывания кровавого аура. Кто-то стоящий рядом? Союзники погибают, если что увеличивается в размере, исполнять здоровье на все больше урона. Так, хорошо. Жалученьки здесь не годятся. Совсем. О, светлячок у нас есть. Я их не заметил. Светлячки все сделают. Они могут. Так, а если кнопку зажать, не исполняется. Плохо. Доходится каждый раз кликать. Так и одного кого-нибудь. Потому что они убили. Все, эти сейчас справятся у всех. Камикадзе они такие камикадзе. Игрок победил. Конкистадоры. Оболченец, автоматон, голем, дитя Мидоса. Так, а у нас Бес, Акир. Дальний бой. 9000. Так, у нас тоже есть дар Мидоса. Попробуем через дар Мидоса. Вот этих. Забрать. Так, эти на себе согрят этих. Просто так. Так, все, да. Все хорошо прошло. Как дальше? Потерянные души. Червь-призрак. 520. Дороги и Сведопыты. Так, неуязвимость. Два раза в уроне меньше дальнего боя. Жизньотвод. Ужас. Призыватель. Червь приходит. Червь приходит по призыву этого существа, чтобы некоторое время сражаться за вас. И упорство. Так, что у нас есть циклон, камни-швыр. Упорство отбрасывание. Так, огонь. Попробуем также. До этого. Через этих холминах. Вроде доминирует хорошо. Единственное, как попасть к Сведопытам. Наверное, надо разделить. В одном уровне не разделить. Через альт. Одно можно разделить, да. Так. То сагрим сверху. То одного взять бы нам. Пускай сагрят сверху. Так, а это снизу. Попробовали дойти до лучников. Ну и, по идее, если мы с лучниками разберемся с их, мы тоже должны забраться. Хотя бы не отталкивать. Слабее, чем гидра. Да, он даже подняли. Отлично. Так, и без страха. Поведите, червей-призраков в режиме дверь. Конкистадоры. Трелок, автоматон, ополченец, отроди. Так, дальники, ближники, водяной ближники. Возмездие. Так, у нас кто из дальников есть? Только мудрецы и жуткий пират. Захват. Притягивают. Плохо, что они притягивают, при этом у них дальний бой. То есть, они сами притягивают и сами наносят меньше урона. Прыжок. Так, мы попробуем вот эти. Прок-мутанты. Просто понапрыгиваем на них. И она с меньше. Так, на кого прыгать? Дроди. Так, дальненький урон 8. 5. До тех мы не доберемся. Они будут нас расстреливать. Сейчас они туда, нужно прыгать. Пока непонятно, пока непонятно. Вроде как, вроде как победа за нами. 13. 13, 10, 16. Да, победа за нами. Ну, на самом деле, не особо верю в победу. Культ преисподней. Адский козел. Пепельный дух. Погибает. Существо призывает стаю светлячков, которые взрываются на устроен врагам. Это плохо. Силачьи вступления. Куда это существо получает урон, а скорость наносимого урона увеличивается. И ополченец. Так, у нас есть родокопы, но они все помоют от этих светлячков. Так, дальний бой. Попробуем через дальний бой. Ну, сомневался. О, кстати, у нас бедреныш. Вихрь. Так, попробуем через бедреныш. Это, по-моему, не те, но устроен всем в родном вокруг себя. Да, да, или те же самые, да, которые против нас тогда играли. Так, ну и трепки. Так, этих вперед на адских козлов, на ополченцев надо идти. Эти снизу пускай бьет. Что-то так себе. Прям совсем так себе. Так, все, есть много светлячков. Мне так не получилось. Скорее всего, надо все-таки через этих, через дальников. Слишком много золота сбирает ресурсов. Так, пробуем через дальников. Какой-то у нас прыжок ужас. Вряд ли поможет. Просто через дальников. Ну, все очень плохо. Все очень плохо. Так, что мы еще можем. Может, так, этих взять. Прыжок не особо. 105. Здоровье. Урон чуть больше. Попробуем взять их немножко. Пускай у нас будут дальненькие тогда. 30. Так, здесь он соберег. Атака элитных противников. Здесь у нас есть элитная. Элитная, по-моему, считается, те, кто 9+. Ладский козел, по идее, по элитному. Попробуем. Так, снизу. Всех раскидали. Так, нет, мы сразу убедем. По-другому. Не надо нам, чтобы всех раскидывали. Как-то так, наверное. То есть те дерутся, а эти сбоку просто всех расстреливать. И этих козликов в конце желательно убивать. Но как-то те слишком быстро полегли. Нет, вряд ли, да. Совсем вряд ли. Так, хорошо, вот эти нам не годятся. Так, они слишком слабенькие. Так, ужас. Дальневой призыватель. Приходит по призыву этого шеста. Чтобы не торжеем сражаться за вас, целитель. Так, можно попробовать через них. Наверное, будут ли они призывать. Ох, восемь. Восемь вообще что-нибудь сделает. Восемь-то. Восемь ничего не сделает. Просто раскидали, и все. Нет смысла даже пробовать. Максимум одного, но он немного забирается. Так, хорошо, мастер, тянемся. Что с ней это существо периодически вы призываете на мои копии ближайших противников, которые вступают в бой на вашей стороне? Так, попробуем, но вряд ли. Как-то я не знаю, что происходит. Это явно не копия. Тоже очень все плачевно. Так, ладно, ладно. Здесь по-любому все равно надо через злочников. Насталенно одну гидру возьмем. Нес. Да, что на гидру надо, чтобы согрылись. Сейчас мы попробуем по-любому. На гидру согрелись. Вот эти козлы. Они все прыгают на эту гидру много. Гидры он очень много хп. Ворон 16. Все не согрелись. Плохо. Так, его, короче, просто откинули и все, и побежали на этих. Тоже неправильно. Тогда так. Пускай сзади будет. А сзади, в принципе, лоб в лоб идти. Ничего хорошего. У всех побили. Так, хорошо. Гидрёныш нам здесь не помогает совсем. Так, попробуем опять через этих тогда. Главное, этих козликов отлить. И тогда как-то со спины убивать вот всех. Сейчас более-менее что-то такое хорошее. Ну, главное еще этих убивать. Так, может быть, если мы козла убьем, мы идти исчезнуть. А, игрок победил. Отлично. Не знаю, как. Соответственно, мы козла убили. И все эти огненные уже его пепельные духи уже ничего не значат. Так, хорошо. Прошли и прошли. То есть у нас идут рудокопы. И ящер-стрелки. Поборники природы. Олень, Йети, Золотой Олень. Здесь у нас Дармидаса. Прыжок. Загробная жизнь. Так, у нас 10 тысяч. Лучник. Унган. Прыжок иступления. Так, мы пробуем опять через лучников. Много-много-много лучников. Только лучники. Так, что у нас там по скорости. 6. То есть, Йети пока до нас будет идти. А эти рывками вниз вырежутся. В целом, неплохо, неплохо пока все. Нужно у нас идти сбоку. И никто не мешает стрелять. Так, все, чисто лучник мы справились. Так, дальше. Магические войска. Сирена. И Аэрофант. Ящер-маг и Искусительница. Так, ну, искусительница у них очарования плохая. Ради с низким уровнем здоровья, попав под удары, так что подаются и у чара. Переходят на вашу сторону до конца боя. Опять же, мало когда ХП. Это хорошо их против каких-то больших, то есть около 300-400 ХП. Вот тогда, может быть, будет выгодно. Так, нет. Так, что у нас есть из лучников. Гарпунчик. Гарпунчик не катит. Гроб мутант. Прыжок. Очень сомневаюсь, на самом деле. И посмотрим на них. Запрыгают там все. Так, что пока 50 на 50. Так, у нас пауза на проводном кумыше. Я не знаю, в одиночной игре он с такой был или нет. Так, игрок победил. Отлично. Приграничный союз. Снайпер, чемпион, холмовик, беломедвежатник. Попугай, палец, вступление. Попугай вряд ли. Так, можно много взять. Так, морская звезда, а так пол пастеровок. Вот, морская звезда тогда ими хорошо справились. Еще есть ворник. Морская звезда, по-моему, получше будет. Не врываются и толпой берут. До тех сейчас добраться. Да, морская звезда, он прям все зажирает вообще. Отлично. Так, 30-е, 50-е дуэли, черная смерть. Черный дракон, 738. Это плохо. И черная смерть. Так, это ледяной резчик. Охрана. Ледяной автоматом. Две штуки приходят на взрыв этого существа в начале битвы. Так, два, три штуки. Получается 19 плюс умножить на 2, 38 должно быть прийти автоматом. Как-то не радужно. Так, дикарь ничего не сделает против дракона. Так, у дракона огонь, полет, рывок, неуземность, быстрый удар и оберег. То есть и стрелять по нему нехорошо, и вблизи к нему подходить нехорошо. Но огонь, быстрый удар и оберег. Так, не заклинание, по-моему, плохо проходит, еще и рывок делает. Так, кто против тебя пойдет? 43 тысячи нам дают. Так, ну 43 тысячи можно и лучниками пойти. Но бы и нет. Нажимать еще долго придется. У меня, правда, на мышке есть эта кнопка. X3. Очень помогает. Мне кажется, даже 200-300 вот этих. Глотать или огня. Вряд ли что сделать. Но попробуем, что вблизи к нему подходить не очень хорошо. Он будет на кого-то агриться, а эти все вокруг будут все равно стрелять. Пускай урон срезанный, но возьмем количество. В принципе, у них урон 9. По 4 урона у группы рядом носиться будет. Так, какой-нибудь сверху. Этих сюда сагрим. Главное, чтобы все стреляли. И все, теперь они будут стрелять по драконам. В принципе, да. У драконов шансов нет. Так что пускать. Ну, они тем более еще сжигают, что неплохо. Варом тоже проходит. Так что справились. Количество побеждает. Победить черных драконов в режиме 2. Ок. А и все. 30 лет у нас максимальный балл. Больше у нас нет ничего. Можно создать что-то свое, но я не знаю, что мы можем создать. Плеер 2, плеер 1. Могильщики. Допустим, отродье. Здесь, кстати, можно покупать по 5. Почему там такого нельзя было делать? Так, ну, допустим, сделаем отродье. Не знаю, сколько. Это больше даже идет, наверное, как практика боя. Можно смотреть, кто против кого. Допустим, тысяча этих. В отродье водяной силы 2. Пять урон. Ближники. Против. Не знаю, кого. Демоны. Против лишников каких-нибудь. Так вот у нас природненький, активность, следопытов, наверное. Снайпер, следопыт. Вот снайпер, пускай, будет. Так, это у нас сила 5. Здесь у нас сила 2. Пускай против, не знаю, 200. Нет, больше. 200 не справится в любом случае. 400, пускай, будет. Так, старт. Посмотрим. Ближники против демонов. Как немножко лагает. Здесь чудо. Так, что это P, U. Так, ну ладно, все тормозит, конечно, но ничего страшного. Но лучники по-любому должны выиграть. Это же лучники. Хотя в целом здесь получается у нас 5 урон, здесь 13 урон. А лучники почти в 2,5 раза больше. Ну и дальненькие, тем более еще с критами. Да, у тебя уже потеря минус 4 ставит, я такой минус 1. И все жутко-жутко тормозит. Так, что это за Q? А это можно, понятно, Q, либо P. Типа атакой, либо обороной занять. Так, ну понятно, хорошо, лучники его практически вчистую все это выиграли. А, и все за мной надо. Так, ну хорошо, если мы возьмем природненькие, допустим, допустим, кого мы взять скелеты какие-нибудь. Да, у нас там были жесткие скелеты. Боссы нам найти боссов. Боссы у нас. А, у нас большая гидра тогда, кстати, была. Я пытался своих гидрён еще взять, они, конечно, хуже. Так, мы возьмем боссов всех возможных. Total power 672. Так, ну попробуем здесь тогда, ладно, по силе. Так же возьмем этих, где находятся природненькие. Так же снайперов. По силе так же возьмем. По силе вряд ли, 135 справится. Очень сомневаюсь. Хотя, вообще раскидали. То есть первый, я не знаю, какой он там, второй тир, первый. Какой они считаются, природненькие. Четвертый тир. Первый, второй, третий, четвертый. Короче, снайпер очень хороший. Так, ладно. Что ж, мы дуэли все прошли. Теперь, наверное, мы сыграем просто в какую-нибудь новую игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...